Уважаемый товарищ, я прежде всего хочу поблагодарить организаторов и соорганизаторов этой конференции, потому что я уже несколько лет приезжаю на конференции, которые проводят ваш институт и другие соорганизации. С Александром Агановичем и вашим сотрудникам мы уже не один год сотрудничаем. Такая возможность представить его. Большое вам спасибо. Я думаю, что нынешние последующие заседания наших дадут каждому из нас более широкому слову почувствовать проблематику той эпохи и, особенно нынешнего времени, оценить столь важные события той поры, которые в той или иной мере отражаются и в последующих покажениях. Согласно заявленной теме, я готов остановиться на следующем. Прежде всего, пожар большой войны по поводу Алина Наполеона в основном не касался территории украинской семьи. Лишь частично дно плана Наполеона и его военно-политической стратегии, его юбилейского окружения. Украина обратилась к важному месту. Наполеон планировал предназначение свободных казанов и разработчик российских людей, а также отборил Украине создательные территории, государственное образование, конференции. Возникает вопрос, что сподвигло Алина Наполеона и его окружения в разработке этих планов. Могла ли быть реальная поддержка данных проектов со стороны украинского населения? Насколько реальными были проекты расширения российской империи и, в частности, отражения и расширения украинских земель? И это были несовершеннолетние периоды. Эти, как и многие другие вопросы, относится к этой группе, с высоты нашего линия, приобретают важность учащих. Анализ источников проекта дает нас романе утверждать, что действительно император Франции пообращал своим словом и на тогдашем Мовороссии, бывшем уже много лет в основной части российской империи. Однако, наоборот, рассматривал Украину лишь средством, не фигурой для его шахмат-тудоследов, чтобы было многоходовой и украинской стратегией. Ради достижения вереводных периодов. В соответствии с этой целью Украине предстояло, во-первых, выйти из состава России и стать литейным союзником Франции, во-не против России. А во-вторых, превратиться в постоянного торгового паркера Французской империи, который напосновлял свой товар и полностью открыл свой рынок для французского бизнеса. И вот, предыдущий докладчик говорил о численном составе Российской империи. Можете представить, что в этом числе было несколько больше 11, около 12 миллионов населения, ну, ниже территории Украины. Это большая составляющая часть. Следует подчеркнуть, что при составлении подобных планок большое влияние на Наполеона оказывалось содержание разных книг и мумеранов, авторы которых в разной степени касались исполнения Украины. Обобщая влияние как литературы, так и окружения, мы видим, следует в виду, что эти сочинения, с одной стороны, прямо предлагали владельцам правительственного государства ставить именно такие цели, а не другие задачи в отношении вопроса. А с другой стороны, доказывали, что практическое решение этих задач является невозможным и достижимым. Полученные представления казахской нации вызывали воздушные переставодором украинских проблемах. А история права 19-го войны со словами о том, что украинская нация всегда стремилась к свободе, дала ему повод серьезно рассчитывать на то, что его война против России. Украина может стать его союзником. Известно, что своим обочисленным военным компаниям на потом всегда оставать трудно. Не только о военном, но и более широком плане. История, историк подтверждает, что предупреждаемый французский аэрин Герибель. Наполеон изучал огромную литературу по истории страны и пирамид. В результате знания Бонапарта, интересующей стране, практически в ней уступали родители, ученые и еректологи. В отношении к нашему новому России можно провести парадию. Бонапарта, в которой исполнилось Россию, изучал историю украинского вопроса. Трудно ответить с почвости на вопрос, как данные, какие книги были первыми в том отношении для будущего олимпиада. Но можно в достаточной туристической деятельности предположить, что это произошло в самом начале 19-го века. Примерно в третьем, в 1864 году. А первым литературным трудом, из которого он почерпнул свои сведения во литературном казарском украине, стала книга ее слоотенческой главы. Шарля, Лябов, история третьего императора России. Лябов, который в 1761-1773 годах был тайным агентом правительства в России, рассказал на странице своей книги, поведение Мазепи и о событиях и порывах. Сам автор явно симпатизировал Мазепи как лидер украинского национального свободного движения. Другой содержательной работой под историей Украины перестанет напоминал в духовной воспоминаниях уроков Сульска, Шарля Масон. И Масон в своем время тоже жил в России и выполнял обязанности секретаря будущего российского императора Александра Глебова. В имени Масона украинцы были есть мальцы, которые никогда не верили в самом широком смысле ничего. В имени Масона украинского национального свободного движения, который был в первую очередь украинской национального свободного движения, которая изначально стремилась в достижении своей полной свободы и жизни, которая была изглавлена лучше другого, как усиленные самодержания на правительственном составе России. При всей видимости, например, он был знаком с работой ученого этнографа Молотодрюна, датчана по национальности и якубинца по своим прошлым политическим делам. Хотя, в последствии, это пытание помешало Молотодрюну стать активным сторонником Бонарква. Показательно, что свою книгу он написал не по собственной инициативе, а по заказу правительства Франции. Это свидетельство о возрождении интереса самого направления о украинской проблематике. Свои книги автор не только написал «Кринанская жизнь» до другой края, он еще убедительно обосновал на протяжении развития экономических отношений с Францией. Он подчеркивает, что этот факт и это развитие экономических отношений нанесет следующий экономический удар у Европы Британии, одному из главных врагов империи, например. В результате того, как в году 2012 года, на протяжении армии прошла с походом на Россию, известный официальный французский публицист Зюссер получил очередной правительственный заказ создать импрометальный клуб по истории Украины. С этим повреждением Бюссер успешно справился, написал книгу «История казак». Главный господинский клубах французского публициста, кроме того, что он сумел в достаточно полном и последовательном воссоздать историю Украины, соревновательной природы по современным людям. И сам, в Туарахаре, познакомился с Мостаевским сочинением. И с Волханемой себя взяли к этому, безусловно, заслужившим гуманам книги. Известно и то, что, будучи в Москве, на какой он берет под рукой труд своего великого соотечества, как он это, «История казак» и «История казак». Ну, с разных позиций оценивать историю, почему он обращался к этой книге, и в том числе указывать на возможность того манера, который предпринимал в свое время правду на эксплуатацию территории Украины. В силу служившейся книгашней практики, скорее всего, больше, чем книг в Украине, напоминал читал разные меморандры по казакской земле. Их составляли, и для него, и по заказу его, совершенно разные люди. Это дипломаты, профессиональные тайные аренду, и для представителей и областей самой расистской жизни. И если прочитанная книга по малоруссии большинстве словом описывает более или менее подробную ее историю, то авто-геморандуму добавили уже конкретные рекомендации относительно тех действий, которые правительству Франции нужно было в ближайшее время предпринять. Из всех, скажем, условно, украинских документов выделялся по своему содержанию меморандума Лиля Вадена, французского дипломата, попавшего в Турции. Вот я предлагал на футболовском правительстве по последнему будущему организовать высоту французских и филетских хвостов в Нижневоссийске в Альбраде, отец Николая Рассоль. По его мнению, эта военная акция необходима по управлению населения на массовое восстание футбол России. Особую роль в этом делу. Вот это в отделе именно Турха. Актор меморандумов также считал, что это станет только доходящим для казах Украины. Он считал необходимым призыв самого французского императора в восстании. Вообще, Актор меморандумов смотрел на эти вещи весьма оптимистично и считал, что Украина императора Наполеона ждет не меньшая слава, чем возле единицких пирамид. Свой меморандум в Украине составили советник императора Наполеона Александр Гордович. Он прекрасно интересовал украинских казаков и выразил уверенность в том, что украинское население в исполнении купили на вооруженную группу против России. Удение Наполеона в словсоветника это даст правительству Франции возможность призвать в Украине 60-тысячную союзную казанскую армию. А 10 тысяч лучших союзников казаков и выразил, кто не попал в украину в украину, кто не попал в украину, и в любые последствия он и стал французским парнем. В мумералдии французского украинского отношения Бутену в будущем из оплаты на линии моделируются в качестве всего ценностей обострований граждан с качеством торгового партнера, который, с одной стороны, оттолит свою леру для французского товара, а с другой будет систематически поставлять по правительству в качестве предварительной меры вместить Украину, так и аренду, которые в работе и там купцов. Купцы аренду и Бутену получили развернуть среди концерта активную пропагандистскую агитационную работу, которая делала акцент на слабую брошу, известность украинского населения в том числе и введения его красивых. Они и на фоне рабского составляния, в котором пребывает большинство у россиян сегодня, джонсор, делали значительные убытки. Мумерандум украинских джонсор составляет состояние теракта на полгода, не только его соотечества. Поэтому отношения следует создание от Мумерандума, автором которого станет партнероссийский на столе, в польской и Бутенце. Нейбер и Бутенце. В марте 1817 года они добились агитенции и опытовского министра и на сторонах в первую раму. Они заявили, заявили в том, что только в двух нюберных оправлениях, киевской и Бутенце, против царской власти, которая у нас 156 тысяч человек. И это в основном украинство. Подобный активизм вполне разделяет и в бывшей администраторе, как я сказал, варшавство. То, что составившее свой мемориал для Наполеона и его визит. По их мнениях, украинцы ведь готовы чуть-чуть перед в любой момент отбериться от России и громко от команды Казахстана от имени в пульсе. Вообще, многие состретки мемориального для Наполеона следовали ему отвезти в Украине более важное место и стоящей военной кампании. По мнению, одна из таких актов и лучшая версия в направлении Киева могла бы иметь решающее слощение для всей военной кампании против России. Валимия, захват территории тогдашней Малоруссии нападет Малоруссии в Украине не могла не подумать о будущем столь же главных украинцах Украины. В их мнениях, Украине предстоит выявить месистам Российской Украины и стать формальнее зависимым государством в честь конкурсского избирата Наполеона Ниграца. Территория нового оборудованного государства должна была в такие главные образы территории Новгородежной Украины и Крым. Состав Наполеона видит условности войти в соответствии со старыми украинскими традициями какие-то должности Лерва, которые подзнакуют ну и другие обычные которые подзнаку должны быть не в Украине а в ближайшем окружении Наполеона. Воджак Наполеона должна была стать децентрализованной страной. О, некоторые планы черпировщины и полдавщины должны стать отдельными княжествами. И кроме того, за пределом государства у нас на общественном плане должна была восстанция по-рубережной Украины. Ее судя по разным данным предлагалось дать получиться. Ну и другие, скажем, территории Актера, внуков, 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 созданной стране. Можно на основании некоторых данных предположить. и этот проект рубится по-другому внуков, а его адмору, скорее всего, внуков, 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 садинник Александр Куроз. Конфютант из которого глава французской республики решает любые важные лично-рубные вопросы. Конечно, возникает вопрос украинских насележных француз. Для этого и нет. Как вы видели, украинские в перспективе рисовали с представителями саратиком нападемости в Франции довольно радужной свете. Также как украинские садинник пожитала большая авторитетская армия, численность которой вымыть заразные минеразные и саратейные вымыли с 50-60 тысяч солдат казантов. Возникает вопрос, на какого срыва делались такие прогнозы и такое количество. И не были ли эти армии украинских союзников пропагона сильно преувеличены. нет сомнений, что к числу оппозиционно настоянных лиц составителей этих документов относили прежде всего украинских крепостных вестях. Многие из которых действительно были недовольны своим предневольным положением. Но означает я это, что вчерашний крепостной вестяль мог сегодня реально снять повышенных сомнений воюющих воюющих вместе с рождественной армией против царской дискотизм. На первый взгляд такой вопрос требует в руку положительного ответа. Я тут прежде всего учитываю, что русские и украинские армия с незапамятных временах поселствовал всех за его абсолютно отсюда и не верил их толстуны и обрещания. Я подводил одним из них. И еще это ставило под большим сомнением в том, что украинский жгут ворот принят что называется распространение объятий Наполеона, графа, веря, депутат в прошлом христии. Еще в большей степени это не может за ним украинский украинский и украинский дворянский как и русский конечно в нем ахру быть союзником наполовину. Поэтому цель этой факты которая касается участия в Украине и украинских представителей казахских полков самок средства ополчения партизанских средств говорит о том, что действительно нельзя украинский представитель для поляр не нашелся если выше что действительно эта война стала со стороны России отечественной войны но по перспективам и урокам которые измелькли в одна и дворая страна это уже другая война спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 что он собирал, собрал французскую, ну, скажем так, диаспорт и расспрашивал их, какие сведения они имеют о Бунте-Пугачевке, о тех недовольствах, которые, ну, проявляли, присляли в весной обществе, заставляют думать о том, что действительно эта тема к нему не находила злой. Ну, почему он не решился? Я говорю, почему давали и польские, скажем, аппы этих документов, и его, скажем, государственные дети, и все эти ошибки небольшие, не было, возникает также в нём вопрос, когда мы читаем, вот считаем, и вот посылается этот документ, когда они давали деньги для газа. Понимаете? Я говорю, что они в том числе и польские ответы. Я думаю, что вы не можете помнить, что мы должны быть в том числе и в том числе и в том числе и в том числе. И вот вашу фамилию? Пудриченко. Это уже второй независимый историк, который говорит о проекте Наполеонидии и Казахии. Елена Башкина, Елена Башкина. Да, Елена Башкина. Дело в том, что мой коллега по Восточному партийскому комитету, Кирилл Средель-Ленинский, затрагивая этот вопрос, специально исследуя вопрос о Наполеонидии и Казахии, говорит о том, что Наполеон порочил Мюрата Гетмана, как раз у этого государства. То, что вы не упомянули, я бы хотел напомнить по этому вопросу. Может быть, у нас встречалось где-то вот это? Или нет? Он опубликован. По крайней мере, это имеет с собой определенные основания. Вот этот проект, и я думаю, что... Это проект не Наполеона, это проект Затальдинского, который вообще не использует, не мог. Спасибо. Это вы тут, и не поле... По крайней мере, с точки зрения, почему, на ваш взгляд, Наполеонидии, спорта, украшения в российской универе не стоит не сельдой Украины, а не сельдой Украины? Почему? Потому что, с ваших слов, и со стороны, как и у других исследователей, ситуация, где-то не так и слабо, у нас более подходит. Ну, у меня возникает... Спасибо за вопросы, которые я постараюсь определить. У меня также возникает много вопросов. Почему так состоялось, а не иначе? Ну, например, сейчас Волынь, я езжу по уездам. В начальном периоде были не оккупированы войсами, но они были оттеснены. Несколько уже позже, три попытки были взятия Киева, но слабыми, малочистыми континентом войск. Хорошо организованная оборона Киева не дала возможности даже проникнуть на территорию воеводства, на поле Украины. И тут возникает вопрос. Рассчитывал ли он действительно всерьез на возмущение казах... Ну, в стране казах? И нет, недооценивал ли он уже подписался с своих военностатических расчетов? Спасибо. Экиси. Я вам подробно сказать, что 20 пословы по договору, вешу, тайному договору Австрии и России, России военные действия через территорию, пограничную территорию, явились. Все. Продолжение следует...